Вчера здесь в Государственной Думе наша фракция проводила большой круглый столб, посвященный бюджету на 22, 24 и 25 год. Мы считаем, что за последний год поручение президента, которое требует, чтобы мы вошли в пятерку ведущих экономических держав мира, одолели бедность, остановили вымирание и освоили новые технологии, выполняется плохо. Эта задача была поставлена в январе в прошлом году, но мы ожидали, что финансово-экономический блок правительства, главе СУАНов, принесет реальный бюджет развития. Для этого подготовили 12 законов и порядок формирования этого бюджета. Вместо этого на первое чтение притащили бюджет, которым и не пахло выполнением установки послания президента. Если и этот год прохлопаем ушами, то мы провалимся полностью и к 2024 году идти отчитываться ни президенту, ни правительству, будь нищим. Более того, на 21 апреля уже намечен отчет правительства. Я хочу, чтобы Мишустин и министры услышали те предложения, которые были сформулированы нами на вчерашних службах. Мы подготовили рекомендации. Эти рекомендации уйдут сегодня в правительство, а завтра я их изложу на встрече президенту. В чем суть наших предложений? Ни по одному базовому показателю нет нормального финансирования. Невозможно решить проблему, связанную с новейшими технологиями, если наука финансируется по остаточному признаку. Нельзя решить ни одной проблемой, связанной с подготовкой специалистов высшего класса, если и дальше будет господствовать ягашное образование. Невозможно решить проблемы, связанные с аграрной политикой и обеспечением качественным продовольствием. Нельзя остановить рост цен, если и дальше на развитие аграрного сектора будет 1,5% от расходной части бюджета. Все идиоты знают, надо минимум 10. Советская страна вкладывала 15 и даже почти 20. Европа и Америка вкладывают и сегодня гораздо больше. Нельзя решить ни одной проблемы, если и дальше будут унижать детей войны. Мы 8 раз вносили закон о том, чтобы им дали нормальные пенсии и поддержку. Единая Россия голосовать за это не хочет. Я подобрал с десяток законов, которые мы вносили, и вчера обнародовал, что если бы эти законы были приняты, у нас был бы реальный бюджет развития в 33 триллиона. Вчера Акашин в своем докладе и у нас на сайте выложены и партии, и думы все эти конкретные предложения. Минерально-сырьевая база, богатейшая страна мира, 30 триллионов долларов оценивает СМВФ наше богатство. Вместо того, чтобы их направить на поддержку экономики, социальной сферы и развития человека, олигархия захапала полностью и не желает никак платить даже нормальные налоги. Я вам ко мне поступил доклад, готовили его статисты. Оказывается, за последние пять лет доходная часть бюджета выросла почти на 10%. Слушайтесь внимательно. Доходная часть выросла на 10%. Олигархия увеличила свои доходы на 53%, а граждане потеряли в пределах 7%. Что это означает? Это означает, что чиновники жиреют, олигархия богатеет, а граждане шестой год подряд нищают и продолжают нищать. Если эту пирамиду не изменить в пользу граждан, то бунт в стране и дальнейшее разложение общества будет гарантированно обеспечен. Мы подготовили пакет законов, по которым можно было бы спокойно решать эту проблему. Прежде всего, надо гарантировать людям прожиточный минимум. Правительство крутилось, крутилось, прибавили 373 рубля. Повторяю, на три пирожка не хватает. Каким образом люди завтра будут выживать, если полстраны живет на 15-17 тысяч рублей в среднем? У страны есть гигантские ресурсы и деньги, не хотят брать. Можно провести закон о национализации минеральной слоевой базы, не хотят. Мы приняли закон о национализации. И во всех странах мира он практически есть, не хотят принимать. Мы приняли закон о стратегическом планировании развития промышленной политики. Правительство заморозило и так и не собирается и дальше работать по этому закону. Мы подготовили закон о устойчивом развитии села, поддержке сельхозмашиностроения. Опять село, оно все парализовало, и там нет средств для развития этого. Мы подготовили закон о регулировании цен на товары первой необходимости. Опять его похоронили, сейчас цены поперли. На семена, на удобрения, на калиброванную проволоку, на мелаталопрокат. И на это самое. Невозможно стройку развивать на 30% цены вперед. Недавно президент проводил совещание, сахар вылез, там еще целый ряд других продовольств и товаров. Сейчас лезут цены на то, что обеспечивает нам нормальный урожай. У нас деревня не в состоянии работать. Вчера мы показали, как работают народные предприятия. Они не брали ни копейки у государства. Тоже предприятие Казанково дало продукции на 20 с лишним миллиардов рублей. Миллиард 200 миллионов отдали одних налогов. Третий год мужика судят за то, что 20 лет назад там несколько сараев залезли на какую-то другую землю. И продолжают мордовать это предприятие. Я подготовил целый пакет на сей счет предложений Путину. Хозяйство Грудинина, его правоохранительные органы и партии «Единая Россия» гробят четвертый год подряд 799 судов. Вдумайтесь, каждый день судебный иск. Каждый день судебный иск. «Единая Россия» приперла свои ботинки, захватила Дом культуры и сидят там никак не выгоним. Что мне официально обращаться к президенту, чтобы закончить это безобразие? Он как гарант обязан остановить этот произвол, это безобразие. Полное безобразие. Лучшее хозяйство в стране преследуется чиновниками, судьями, прокурорами, всей этой публикой, которая не имеет права это делать. Поэтому завтра официально мы от имени партии внесем целый пакет предложений президенту. Прежде всего направлено на то, чтобы мы сформировали полноценный бюджет развития. Мы считаем, что это вполне можно делать. У страны вполне достаточно ресурсов. Но они по-прежнему работают на олигархию и не дают возможности нормально развиваться ни стране, ни нашим народным предприятиям. Особый вопрос связанный с детством. Что касается школы, отправили на удаленку, сейчас возвращают, сейчас заработали все культурно-спортивные мероприятия. Появились чиновники, которые запрещают прийти на День Советской Армии и возложить цветы. Это национальный праздник. Это наша гордость. Мы 700 лет и 1000 лет провели с оружием в руках, защищая свою веру, правду, свою свободу, свой суверенитет и независимость. Из Ростовской области поступает вот под предприятие коронавируса, нельзя прийти и возложить цветы. Ни один чиновник, ни один погонник не имеет права запрещать. Это наш национальный праздник. Вы тем самым порождаете непослушание властям. Вы сами игнорируете закон и элементарные моральные нормы. Мы обязаны все сделать для того, чтобы на фоне вызовов, которые бросила нам либеральная хлополистская Америка, сплотить максимально общество. Но для этого надо закончить поборы бесконечные. Если вы сядете на машину и выйдете, пока вы доедете до работы, вам предложат 10 поборов. Если вы придете в метро без маски, 5000 рублей штраф. Вы два слова поперек сказали, еще десятку добавили. Поборы, налоги, эти штрафы. Вот такое ощущение, что полицейщина разгулялась в полной мере. А кормить, помогать и воспитывать детей не желают совершенно. Мы еще раз наставим и обращаемся к Единой России. Мы не можем накануне праздника смотреть в глаза детям войны. У них Гитлер отнял детство, а вы у них отнимаете возможность просто нормальной питаться и получать лекарства. 7-9 тысяч рублей в деревне, 12-14 в городе. Попробуйте прожить. Господа из Единой России, которые не хотят проголосовать за этот закон. Мы его уносим в девятый раз. Надеюсь, что в этот раз у вас совесть проснется. Ну и в целом, я полагаю, что завтрашняя беседа с президентом даст толчок к реальной консолидации общества, а не к штрафам, расправам и попыткам выдавить левое настроение с политического поля. Из этого ничего не выйдет. Поэтому прекратите преследование и ведите полноценный диалог. Мы к этому диалогу готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова